Отбитые почки, порванная селезенка. Так закончилось общение с милицией для жителя крымского города Джанкой. Владимира Ткаченко в субботу из дома увезли в городдел. Вышел он оттуда спустя 6 часов. Правда, вышел это громко сказано. Идти сам мужчина не мог. Максим Кошли выяснил все обстоятельства. В городдел милиции Джанкойца Владимира Ткаченко забрали в субботу, как свидетеля по делу об ограблении. Жена утверждает, туда он вошел здоровым, а спустя 6 часов вышел инвалидом. Мужа рвало, он терял сознание. Под утро скорая увезла его в реанимацию. Селезенку доили у него, почка отказалась у него. Два литра крови потерял. Его убил Решат. Кто? Решат. Решат? Да. Это Решат милиции. Уголовные розыски. В крымской милиции переполох. В Джанкой отправили спецкомиссию. Обещают, если начальник угрозыска действительно бил человека, его накажут по всей строгости. Руководство крымской милиции однозначно гарантирует максимально полное и объективнейшее разбирательство по данному факту. И, естественно, мы будем инициировать привлечение виновного к ответственности по всей строгости закона. Родственники избитого возмущены. До сегодняшнего дня милиционер не просто был на свободе, а предлагал замять дело за 5000 евро. Когда они отказались, начались звонки с угрозами. Поступил ему звонок на телефон. Я не знаю, кто ему говорил, но это с его слов. Мне сказали, что ты попал в больничку. Он говорит, да, меня готовят к операции. Там голос отвечает, смотри, ты упал, ты помнишь, что ты упал. Родственники пострадавшего Владимира Ткаченко сегодня полдня провели в прокуратуре. Сам сотрудник милиции уже получил статус подозреваемого и был допрошен в этом статусе. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Чтобы избежать давления наследователей и свидетелей из Джанкойской прокуратуры, дело передали в прокуратуру автономии. Максим Кошель, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер. Крым.